В эфире новости в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Прямо сейчас о последних событиях. Гул в Симферополе и Севастополе. Крымчане задаются вопросами, а в это время проверяют новые ТЭС. Еще пять жизней спасены. На полуострове горела очередная мини-гостиница. Флаг цвета неба, автопробег, единение со своими по ту сторону пролива. Крымские татары отмечают день национального флага. Долгожданный минорет в селе Софиевка Симферопольского района закончилось строительство важной части культового сооружения. Крым продолжает поддерживать сборную России по футболу. От Керчи до Севастополя в городах развернулись специальные площадки, где любители футбола наблюдают за чемпионатом мира вместе с большой страной. Об этих и других новостях в течение 20 минут. Жители Симферополя сегодня разбудил необычный шум. Сильный гул, похожий на звук работающего авиационного двигателя. Он был слышен не только в пригородах, но и в центре. Аналогичные жалобы поступили и от севастопольцев. Оказалось, это был шум от двух новых теплоэлектростанций. То, что жители приняли за рев пролетающего самолета, было паровой продувкой. Когда ТЭС заработают, пообещали специалисты, таких пугающих звуков больше не будет. Сегодня уже первый энергоплог выдал в сеть 45 мегаватт. После испытания он будет отключен для продолжения проведения пуска наладочных работ. Напомню, первые блоки электростанций должны быть запущены в эксплуатацию до 1 сентября 2018 года. Пожарные спасли пятерых человек. В Алуште огонь вспыхнул в мини-гостинице. Кадры тушения пожара опубликовали пользователи соцсетей. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило накануне вечером. Спасатели провели разведку горящего помещения и эвакуировали пятерых жильцов дома. Огонь тушили четыре пожарные машины. На это понадобилось всего 20 минут. В результате уничтожена мансарда и второй этаж дома. Жертв и пострадавших нет. Это уже второй за неделю пожар в частной мини-гостинице. Сегодня в Крыму отмечается день крымско-татарского флага. Один из знаковых праздников для коренного населения полуострова. В честь этой знаковой даты на самом длинном мосту в Европе прошел массовый автопробег. С двух берегов Керченского пролива навстречу друг к другу направлялись две колонны. Среди их участников представители диаспоры Крыма и Кубани. Автомобили украшены национальными флагами. Они встретились с подарками моста, где прозвучало приветствие селям, алейкум, земляки. О том, как готовились к этому событию участники, расскажет Султаней Ситакаева. Чтобы проехать по Крымскому мосту в Керчь, приехали сотни автомобилистов. Все машины украшены национальной символикой. И, конечно, главный из них – узнаваемый во всем мире голубой флаг с желтой эмблемой. Праздничный автопробег проходит по самому длинному в Европе мосту, что связал навсегда два берега. Я очень рад. Много людей, много машин, наши флаги. Сердце радуется, когда видишь единство народа. Крымский мост – не только транспортный объект. Это теперь тоже символ единения. В составе автоколонны и представители крымско-татарской диаспоры Краснодарского края. На Кубани сегодня проживает 60 тысяч крымских татар. Представители коренного населения теперь связаны не только общей историей, но и мостом. Этот мост соединил не только два берега, улучшил логистику между Краснодарским краем, между материковой Россией и Республикой Крым, но и, скажем так, соединил крымских татар. Символ национальной государственности приняли еще в далеком, в 1917 году. Именно тогда, на съезде Курултая, его впервые подняли на флагштоке. Прошло более века, полотно стало бесценным. Об истории флага сегодня вспоминают по всему полуострову. Долгожданный момент автопробега. Впервые крымско-татарские флаги развиваются на Крымском мосту. Настроение у участников автопробега отличное. Многие из них впервые пересекают Керченский пролив. Не на пароме, как обычно, а над водой. Признаются, что сегодня сбылась мечта. Отличный день, отличный праздник. Наш праздник, нашего флага. Вообще класса, не ожидали даже, что так будет. Татары сплочены на море. Участники пробега с первого дня следили за стройкой века. Очень символично, что в такой знаковый день им удалось впервые проехать по нему. Колонна растянулась на несколько километров. Отмечали день флага и в Симферополе, на главной площади Крымского университета. Будущие профессионалы, инженеры, лингвисты, художники. Движущая сила крымско-татарского народа. В руках у каждого национальный флаг. Символ коренного населения полуострова. Особый код идентичности. Крымско-татарский флаг – это национальный код крымско-татарского народа. Это его основной символ. Уверен, что будущее крымских татар обязательно под мирным небом. И в справедливости, в равновесии, в мудрости. Вот чего я желаю всем соотечественникам, всем крымским татарам. Беречь символ крымско-татарского народа. Потому что, помимо всего сказанного, под крымско-татарским флагом объединяются все. То есть, это еще и символ единения крымских татар. Вид, который можно оценить только с высоты птичьего полета. Участники развернули самый большой крымско-татарский флаг. Почти 300 квадратных метров. Голубое полотнище, словно бескрайнее небо, символ свободы. Ведь Крым – одна из немногих территорий, где никогда не было крепостного права. Золотая Тамга, родовой герб Гераев – знак мудрости и справедливости, который руководствуется каждый крымский татарин. Султанисты Акай Варзе Хасьянова, Рамазан Аливапов, Эдем Исмаилов, Телеканал Миллет. Сегодня день флага отмечают в каждом уголке нашего полуострова. Конечно же, торжество коснулось и Бахчисарая. Сегодня в РДК состоялся торжественный концерт. Колонна в костюмах народов Крыма вынесла большой крымско-татарский флаг. Это символизирует единение всех проживающих народов на полуострове. Национальные песни и танцы никого не оставили равнодушным. Сегодня там собрались гости и жители Бахчисарая, а также представители власти. Среди них глава Госкомнации Алинур Абдураманов, депутат Госдумы Руслан Бальбек, а также глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров. День флага стал уже общим всекрымским праздником. Байрах куны хайр лоусы. То, что мы собрались именно сегодня в Бахчисарае, потому что крымско-татарский флаг ковался именно здесь. В нем запечатлена история крымских татар, зашифрован национальный код развития будущего крымских татар. И, как я уже говорил, наверное, самое важное, что под крымско-татарским флагом объединяются все крымские татары. Вне зависимости от того, где бы они ни находились, поэтому очень важно говорить сегодня, что крымско-татарский флаг – это еще и символ объединения крымско-татарского народа. Уверен, что будущее у нас совместное, очень открытое, уверенное. Поэтому именно такими праздниками, именно такими традициями и такими мероприятиями мы объединяем друг друга, увеличиваем и потенциал развития каждого народа, который есть у нас в Крыму. Поэтому всем удачи, процветания, единства – это наш большой залог успеха. Сегодня мы согласованно проводим данное мероприятие. И, наверное, одни из единственных, может быть, которые на полуострове, такое большое, постараемся провести мероприятие. Настроение у города, конечно, праздничное. Даже по городу одиночные машины ездят с флагами. Все в один голос говорят, что цвет крымско-татарского флага – это не только крымские татары, но и другие национальности. Это цвет неба – это голубое небо, а голубое небо – это мирное небо. Новый глава крымского МЧС в Главном управлении МЧС РФ по Республике Крым представили нового руководителя. Им стал генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев. Напомню, в начале июня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Сергея Шахова. Пост руководителя МЧС в Крыму он занимал 7 лет. После воссоединения Крыма с Россией возглавил региональное управление МЧС России по Республике Крым. Глава Крыма отметил, Сергей Шахов будет продолжать работу в Совете министров. Он займет должность министра по чрезвычайным ситуациям. Уважаемые друзья, да, на самом деле Сергей Николаевич прошел достойный путь и за те 4 года, которые были, показал себя отличным руководителем. Мной принято решение, Сергей Николаевич остается работать в Совете министра Республики Крым, министром по чрезвычайной ситуации Республики Крым. Член команды, никаких вопросов нет, то есть мы работаем точно так же. На крымских автостанциях в ближайшее время могут появиться дополнительные модульные кассы. Об этом на совещании с перевозчиками заявил глава Республики Сергей Аксенов. По его мнению, очереди скапливаются из-за того, что продажа билетов по пригородным маршрутам открыта исключительно в день отправления рейсов. Это говорит о том, что проблемы в организации регулярных перевозок на территории Крыма или не решаются, или решаются слишком медленно. Кроме того, Сергей Аксенов добавил, необходимо тщательно пересчитать коэффициент компенсационных выплат автоперевозчикам за предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан. Не хочешь на станции садиться, они надо ходить за забор, показывают место, где собирают безбилетников всех это все. Это повально, пожалуйста, вы можете на любой рейс остановиться, посмотреть. Всем эти места известны, где останавливаются. Ну то есть, это значит, что у нас половина экономики находится в тени. Вот для начала мы начнем. То есть, мы вообще не понимаем, сколько реально мы берем. То есть, то, что проходит по билетам, никак не соответствует тому, что происходит действительно в жизни. Компенсируем в том числе и льготников перевозки, и при этом качества добиться не можем. Такого не будет. Это я вам сразу говорю, коллеги. Долгожданный минорет теперь украшает мечеть Султан-Сервейрей. В селе Софиевка Симферопольского района закончилось строительство важной части культового сооружения. Этого события сельчане ожидали годами. Вместе с почетными гостями наш корреспондент Айшишулакова побывала на открытии. Призыв к молитве с этого минорета звучит впервые. Белоснежная башня возвышается над мечетью Султан-Сервейрей. В селе Софиевка этого момента ждали много лет. Минорет построили на пожертвования меценатов и местных жителей. Высота данного минорета более 30 метров. Это монолитное строение. В его возведении использовали белый цемент, благодаря чему это строение простоит долгие годы и не потеряет свой первозданный вид. Теперь благодаря минорету призыв на молитву можно услышать не только жителям села Софиевка, но и близлежащих сел. Звук распространяется на расстояние до 5 километров. Винтовая лестница проходит внутри самой башни. Вверху минорет плавно переходит балкон-шерфе. Завершает строение полумесяц со звездой. Перед началом строительства проект прошел все согласования, в том числе и со службой аэронавигации, так как над селом часто пролетают гражданские и военные самолеты. Здание мечети построили 9 лет назад. Оно полностью обустроено. Подключены все коммуникации. Отопление, водоснабжение, освещение. Даже есть фруктовый сад, который уже плодоносит. Здесь проводят пятничные и праздничные молитвы. Вот и сегодня в честь радостного события в мечети совершили намаз. Сегодня для нас прекрасный и счастливый день из Муфтията. Приехали представители из районной администрации, собираются приехать. Когда необходимо, они всегда оказывают содействие. Спасибо всем. Я уверен, что и в будущем нас ожидает плодотворная работа. Минарет построили всего за 22 дня. На это потратили 656 тысяч рублей. Позраить жители приехали из Муфтията Крыма. Они считают мечеть села Софиевка одной из образцовых. Особенно это хорошо видно, когда готовятся документы. В этом данная мечеть образцовая. Здешняя общественность днем и ночью занимается вопросами мечети. Результаты их проделанной работы мы видим всегда. Строительство на территории мечети продолжается. Достраивают Абдестхане комнату для омовения. Необходимо еще полностью благоустроить двор. Желающие оказать помощь могут обращаться в Муфтият Крыма или непосредственно в мечеть села Софиевка. Айша Шулакова, Виталий Голубев, телеканал Миллет. Муфти Крыма Хаджимир Али Аблаев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Текст поздравления размещен на официальном сайте Духовного управления Мусульман Республики. В обращении сказано, Турция стремится быть опорой для народов в борьбе за стабильность в мире. А также, что и Турецкая Республика служит источником надежды для народов, столкнувшихся с проблемами и бедами. Напомню, президентские и парламентские выборы прошли в Турции 24 июня. По итогам, действующий президент набрал около 53% голосов. Юный пожарный, юный спасатель. В Евпатории состоялось торжественное открытие межрегионального этапа полевых лагерей и фестивале детско-юношеского творчества. Побороться за звание лучших прибыли ребята из различных регионов России. Это и представители Ростовской области, Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Волгоградской области и Краснодарского края. Проводится подобное мероприятие с целью популяризации здорового образа жизни. Стоит отметить, что в системе МЧС текущий год объявлен годом культуры безопасности. Юных спасателей ждут соревнования в комбинированной пожарной эстафете, кросс, а также комплекс силовых упражнений на турниках. Но самое интересное – это конкурс талантов. Первая цель – это популяризация спасательного дела, здорового образа жизни, патриотизма и воспитания в том числе в Лиде МЧС России. Крым продолжает поддерживать сборную России по футболу. И даже несмотря на проигрыш, каждый крымчанин, как и каждый россиянин, поддерживает свою футбольную команду от Керчи и до Севастополя. В городах развернулись специальные площадки, где любители футбола наблюдают за чемпионатом мира. Вместе с большой страной. София Шукурова посетила одну из таких, получила эмоции. На весь чемпионат и уже готова рассказать все детали. Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Россия! 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 Строители Крымского моста поддерживают сборную России прямо в вахтовом городке. За матчами национальной сборной следят по обе стороны Керченского пролива. В Тамане и Керчи тысячи рабочих со всей страны. За игрой на стадионе в Самаре следят в перерывах между сменами. Все электромонтеры болеют, болеют сварщики, болеют монтажники, болеют мастера, болеют бригадиры. Все болеют, всем интересно, потому что все переживаем, все болеют за нашу команду, за нашу страну. Мы все, строители Крымского моста, желаем нашей команде только одного – вперед и победы! На полуострове настоящий футбольный праздник. За чемпионатом следят в каждом городе. К матчу России-Уругвай в детском лагере Артек открылась фан-зона на три тысячи юных болельщиков. Новая территория болельщиков на Дворцовой площади – самая большая в Артеке. Ребята со всей страны собрались за огромным экраном поддержать игроков сборной России. Россия, она в последнее время начала побеждать, показывать себя, показывать то, насколько они сильны. Я как патриот своей страны очень хочу, чтобы наша страна выиграла, конечно же, потому что Россия – это мощь, Россия – это сила. Конечно, хочется, чтобы победили, но все равно столько позитивных эмоций получаешь, что очень здорово. Переживаем за них каждую секунду. Это здорово, что мы все здесь собрались, это нас сильно объединяет. Каждый гол в ворота россиян вызывает шквал эмоций. В Севастополе сборную поддерживают в самом центре города. Поболеть пришли семьями, несмотря на крупное поражение, в национальную команду верят. Даже в десятером после удаления игрока сборная показывает зрелищный футбол и, главное, командную игру. Очень расстроенные поражения. Предыдущую игру смотрела на Воробьевых горах в фан-зоне и присутствовала на матче со Шведо-Кореей в Нижнем Новгороде. Приехала домой за победой России, но, к сожалению, очень жаль. Но мы идем дальше, мы будем надеяться. Порвем португальцев. Все, молодцы, нормально, ничего не переживаем. Все. Россия forever! Сборная России принимает участие в чемпионате мира уже в одиннадцатый раз. В одной восьмой финала Россия сыграет с лучшей командой из группы Б сборной Испании. Этот матч состоится 1 июля в Москве, в Лужниках. София Шукурова, телеканал «Миллет». Такими были события вторника. Увидимся уже завтра в привычное время о 13.30. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова